Сегодня в эфире специальный выпуск программы «Гоу» накануне большого футбола. 17 ноября 1993 года. Кажется, еще чуть-чуть Олимпийский стадион в Афинах полностью растворится в зареве разноцветных огней. Именно в таких условиях под аккомпанемент истошных криков 70 тысяч болельщиков сборная России проводила последний матч отборочного турнира мирового первенства с греками. В Греции всегда играть сложно. Мы в свое время играли с Айком. Обстановка, конечно, такая гнетущая. Полные трибуны и они болеют просто неистово. Я считаю, что сборная России собрана из опытных игроков, которые поиграли на приличном уровне. И на них вот это давление трибун не должно так сильно сказаться. Из того состава сейчас под знамена сборной мобилизовано восемь игроков. И уж, конечно, и им, испытавшим на своих плечах всю тяжесть и экзотичность шумовой и световой обработки, грех упустить возможность лишний раз поддержать достоинства российского футбола. Ведь в том ноябрьском матче греки выиграли 1-0 и, не потерпев ни одного поражения, заняли первое место в пятой отборочной группе. А российский футбол после этой пощечины получил вдогонку еще и знаменитое письмо 14-ти, посеявшее зерна раскола в сборной, как следствие отсутствия урожая на зеленых полях Америки. А сборная Греции, впервые попавшая в финальную часть чемпионата мира, отыграла групповые состязания на редкость бездарным. Греки, составившие кампанию аргентинцам, нигерийцам и болгарам, проиграли все три матча, пропустив свои ворота 10 мячей. Впрочем, сборная «Лада» образца 1994 года, составленная из великовозрастных игроков, в европейском рейтинге значила середнячках, и ее провал в Штатах в числу неожиданностей отнесен не был. Здравствуйте. Сейчас в календаре год 95-й, сборная Греции совсем не та, что была в ноябре 93-го и на мировом футбольном первенстве в США. Сейчас футболисты с земли древней «Лады» замахнулись на многое. Более того, завтрашний матч в Солониках покажет, в каком русле будет развиваться дальнейшая борьба за две путевки в Англию от 8-й европейской отборочной группы. Судя по всему, греки не собираются терять репутацию команды, без труда проходящей любой отборочный барьер. 12 очков в четырех матчах – результат впечатляющий. Без поражений выступает и российская сборная, для которой завтрашний поединок без сомнения станет решающим. Нельзя сбрасывать со счетов финнов и шотландцев, считающих выход в финальную стадию первенства не иначе, как делом чести. Крупный конфуз на футбольных полях Америки, судя по всему, пошел греческой сборной на пользу. Греки поняли целебную силу атакующего футбола, и результаты появились незамедлительно. 12 забитых мячей при одном пропущенном, и команда Костаса Полихрониум сейчас самая результативная в восьмой группе. Кстати, о Полихронии. Сменив на посту главного тренера Алекса Панагулиса, новый наставник греков вдохнул в команду свежую струю, значительно омолодив состав. Здорово играет 21-летний форвард Махлас, тот самый, что забил единственный мяч в ворота российской сборной на Олимпийском стадионе Афин в 93-м году. Именно благодаря его настырности греки смогли сделать то, что не удалось россиянам – обыграть на своем поле шотландцев. Но не будет для нашей команды легкой прогулкой. Вы поймете это сами, познакомившись с нашим соперником. Виктор Гусев передает из Греции. По дороге на Олимпийский стадион в Афинах нам было совершенно не обязательно проезжать мимо того самого злополучного отеля «Хилтон», о котором уже шла речь в сегодняшней программе. Но водитель нашего автобуса, страстный болельщик греческой сборной, выбрал именно этот путь, словно специально напоминая о поражении сборной России в 93-м году и о последовавшем за этим письме 14-ти. Мы говорили греческим журналистам, что тот конфликт сборной уже исчерпан, что команды «Новый тренер» и проблемы, волновавшие нас перед чемпионатом мира, остались в прошлом. А сами тем временем ловили себя на мысли, что пытаемся выдать желаемое за действительное. И ссылка на то, что лучший бомбардир чемпионата мира Олег Соленко не вписывается в игровую модель Олега Романцева и поэтому остается за бортом сборной, из наших уст звучало явно неубедительно для греческих коллег. Впрочем, греки относятся к нам с сочувствием. У них был свой провал на чемпионате мира. С попытки сравнить сборную Греции образца 1994 года с нынешней командой началась наша беседа с Вангелисом Алисандратосом, корреспондентом газеты «Атлетик ЭКО». Вангелис считает, что команда Костаса Полихронию – одна из сильнейших сборных Греции за всю историю. Костяк команда составляет шесть опытных футболистов, которым после американской неудачи присоединились пять перспективных новичков. Видел ли Вангелис в игре российскую сборную? Да, конечно, и при всей высокой оценке своей команды Вангелис все же отдает пальму первенства в группе именно российской сборной. А греческую ставят на второе место. Две эти сборные гораздо сильнее, чем сборные Шотландии и Финляндии, говорит Вангелис. По его мнению, самую большую опасность для нашей команды завтра будет представлять 25-летний полузащитник клуба «Паук» Георгио Стурсунидис. Он не играл за сборную целый год, но сейчас вернулся и сразу стал лидером команды. Но устроит ли греческую команду ничья? Нет, только победа, говорит Вангелис. Поэтому мы с надеждой смотрим на наших форвардов. Хотя лучшей линией в сборной я считаю защиту. Очень хорош и молодой голкипер Ильяс Атмацидис. Он играет за клуб «Аек». Ну а кого из игроков сборной России выделяет Вангелис как самого опасного для греческой сборной? Из ваших игроков мы должны больше всего бояться Кирьякова. Я видел его год назад в Карлсруе, а после этого по телевизору смотрел матчи в Бундеслиге с его участием. Это очень опасный форвард. Нашим защитникам будет нелегко играть против него. Мы пожелали успехов патриарху греческой спортивной журналистики и поспешили на встречу с патриархом греческой сборной. Действительно, 30-летний стратос Апостолакис, без сомнения, самый опытный футболист в ее составе. Апостолакис своего рода Рональд Куман сборной Греции. Подключение в атаку, сильный удар. Недаром именно он забил единственный гол с пенальти в декабрьском матче с шотландцами. Впрочем, в лучшую сторону от Кумана. Его отличает высокая скорость. Я не знаю, за сколько я бегаю 100 метров в Ко, говорит Апостолакис, но думаю, смог бы в этом посоревноваться с вашим кончейскесом. Однако, если на поле у сборной России выйдут и Кирьяков, и Радченко, думаю, что возможность для подключения в атаку у меня будет крайне ограниченной. Апостолакис уверен, что завтра на стадионе не будет свободных мест. И если вот на этом далеко не самом важном матче национального чемпионата в Афинах 5 тысяч зрителей заставили потрудиться полицию, то можно представить себе, что устроят в Солониках 40 тысяч неистовых болельщиков, сегодня готовых отдать все за победу сборной Греции, фактически открывающую команде Эллады дорогу в финал европейского чемпионата. Ну, что касается наших шансов, я считаю, что у Греков очень приличная команда, гораздо лучше, чем та, которая играла на чемпионате мира. Олег Иванович, матч с шотландцами здесь, в Лужниках, он, будем говорить, посеял некоторые сомнения. Те игроки, которые играют сейчас в российском чемпионате, еще не набрали оптимальной формы, и не чувствовалось такого единства с легионерами. Вас это беспокоит? Конечно, беспокоит. Естественно, начало сезона. Игровой практики у российских футболистов не было. Легионеры, к сожалению, к большому не все приехали в хорошем состоянии. Кто-то после травмы, кто-то не попадает в основной состав своей команды, поэтому, естественно, растерял свои игровые кондиции. Да, я согласен с вами, монолитного такого коллектива, что ли, монолитной игры не получилось, к сожалению. Но, тем не менее, вы продолжаете упорно делать ставку на легионеров? Нет, я не буду продолжать и никогда не продолжал, так сказать, не ставил этого главу в угла. Я считаю, что из тех кандидатов, мы их вызываем 23 человека, кто в пятидневный этот срок наиболее зарекомендует себя хорошо, тот и будет играть. Сильнейшие будут играть. В принципе, я хочу сказать, по подбору игроков, по подбору игроков, если бы не было никаких передряг до мира, мы бы на мире удачно выступили. В принципе, сейчас, в которой даже есть команда, мы как-то, не знаю, в принципе, практически одного возраста. Одного возраста, где-то одними путями шли, понимаете, в футбол, там где-то через юношеские сборные, через сборные Москвы. И мне кажется, что вот эта команда, пора ей уже что-то выигрывать, понимаете. Потому что мы, то, что сейчас состав есть, команда, там, я не знаю, 20-25 человек, мы друг друга знаем очень давно, хорошо знаем. И, в принципе, все хорошие футболисты. Просто будет обидно. Одно большое соревнование мы уже провалили. Это мир, понимаете, в чем дело. И если мы сейчас, я не знаю, не сплотимся как-то что-то и не покажем хорошо считать на Европе, все, годы они уходят. Годы уходят, и потом придет следующее поколение, понимаете. Другой футбол будет. Олег Иванович, что может помешать конкретно успешному выступлению нашей сборной в Салониках? Ну, я сказал о главном. Это вот то давление, которое оказывают трибуны на соперников. Ну, и второе, хотелось бы, конечно, чтобы легионеры практически все приехали в более лучшей форме, чем они приехали на игру с командой Шотландии. Олег Иванович, перед предстоящим матчем у вас в душе чего больше? Опасений или, наоборот, уверенности? Ну, я, наверное, скажу, что опасений достаточно много, поскольку, повторяю, греческая команда хорошая. Ну, а для нас этот матч, пожалуй, наиболее важный. Если мы сыграем неудачно, то наши шансы очень проблематичны будут. Конечно, всю большую роль, конечно, играет тренер. Как он подготовит, как сплотит команду, понимаете? Где-то, конечно, на мире были ошибки с тренерской стороны. И, конечно, и грубые ошибки со стороны игроков на мире. Бесспорные грубые ошибки, понимаете? Вот сейчас вопрос Романцева. Как подготовить сборную? Как сделать коллектив, понимаете? А что касается самой игры, самой игры. Все футболисты высокого класса, понимаете? Все умеют играть. Надо только подвести, направить, высказать, что хочет тренер. И, мне кажется, будет хороший результат. Будет хороший результат. В принципе, хорошие шансы и хорошие перспективы. Вы сейчас выразились, конечно, у этой сборной. Не у этой, а у сборной, понимаете? Потому что, в принципе, там были игроки сейчас на мире. И сейчас практически те же игроки, понимаете? Просто у сборной. Конечно, сейчас с приходом Романцева много очень сдвинулось в хорошую сторону. При снопамятный конфликт сборной пошел только во вред нашему футболу. Отрадно, что футболисты сейчас четко осознали. Время разбрасывать камни прошло. Однако одного душевного спокойствия мало, чтобы штурмовать европейские заоблачные высоты. Последний матч россиян в Москве против шотландцев показал, что у Олега Романцева работа еще не початый край. Практически в каждой игровой линии свои проблемы. Не всегда четко начинают атаку защитники команды. Слишком велик процент брака в передачах. Крайне низко наши футболисты используют голевые моменты. Впрочем, хочется верить, что все это трудности временного характера. Как известно, футбол игра непредсказуемая. Поэтому мы, живя надеждой, все-таки решили рассмотреть возможные варианты исхода матча в Салониках. С учетом того, что шотландцы и финны выиграют завтра у сборных Сан-Марина и Фарер. В случае победы греков положение нашей сборной становится затруднительным. Ничья. При новой системе подсчета очков, когда за победу их начисляется три, в оставшихся матчах россиянам необходимо играть только на победу. Ну а в случае успеха наша команда резко увеличивает свои шансы на выход в финал, при этом если учесть, что оставшиеся соперники не столь грозны. Итак, завтра смотрите репортаж из Салоника о матче сборных команд Греции и России. А для зрителей Первого канала все, что останется за кадром, мы расскажем в нашей первомайской программе Гол. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова